На территории нашего района находятся четыре дома семейного типа. Вот сегодня мы начнем акцию урожая именно с обеспечения продукцией, овощной продукцией, именно домов семейного типа. Я считаю, что то, что у нас есть такие дома, есть такие родители, которые оказывают помощь в воспитании, приемным детям, это очень-очень здорово, потому что каждый ребенок должен быть в семье. Несколько мешков картофеля, лука, капусты и моркови. Семья Крутель сегодня будет готовить праздничный обед на 10 человек. В этом дружном коллективе 8 детей. Накрыть стол дело довольно непростое, а потому они сразу же разделяют обязанности по кухне. Старшая дочка Варвара будет чистить картошку, младший Димка – резать лук. Мы будем чистить картошку и салат делать из морковки, капусты будем делать. Суп будем готовить и будем накладывать. Небольшой огород есть, мы детей приучаем к труду, чтобы они видели, как эти овощи растут. Понятно, что на семью большой из 10 человек не вырастешь столько овощей, поэтому мы очень рады, что наш центр территориальный нам ежегодно помогает овощами, фруктами, продуктами. А семья Петровских уже рассчитывает на одну кастрюлю супа. Для их восьмерых ребятишек уйдет приблизительно полмешка картофеля. Все, что привезли работники центра в ходе благотворительной акции «Урожай», должно хватить приблизительно на месяц. Каждая помощь, оказанная со стороны, это, конечно, польза. Нашим детям, бюджету нашему. Деньги уйдут на другие цели. Мы сами готовимся, конечно, к осени. Летом мы засаживаем огород, цветочки выращиваем. Но, конечно, своими силами такое количество овощей, как нам могут привезти, мы себе позволить не можем. Поэтому для нас это, конечно, больше хобби, такой приусадебный участок. Но для того, чтобы обеспечить семью и деток наших овощами к сентябрю, мы просим, конечно, помощи в первую очередь у территориального центра. Вот уже который год, четвертый год, они нам помогают. Вот делаем заявку, и вот во все дома они стараются помочь, привезти какое-то количество овощей, и картошку, и морковку, и лук. Поэтому спасибо им за это большое. Задачу обеспечить социально незащищенную категорию населения сельскохозяйственной продукции на осенне-зимний период на протяжении многих лет ставят перед собой в территориальном центре Московского района. Есть несколько категорий, которые могут рассчитывать на такую помощь. Как правило, обеспечиваются пожилые люди, доход которых не превышает бюджет прожиточного минимума, семьи, проживающие в домах семейного типа, инвалиды, особое отношение ветеранам. Мы в первую очередь будем обеспечивать тех, кто находится у нас на обслуживании. У нас находится на обслуживании 77 инвалидов, которые находятся в нашем отделении дневного пребывания для инвалидов. Этих, конечно, мы будем обеспечивать в первую очередь. Будем обеспечивать в первую очередь также тех, кто находится на обслуживании в отделении социальной помощи на дому. Здесь у нас находится 430 человек. В 2016 году было заготовлено более 15 тонн овощей, которые пополнили запасы на зиму почти 400 брещан. Работники учреждения убеждены, этой осенью цифры будут не меньшими.